Владивосток полон не только классными беспробежными автомобилями, но и подобными, что за моей спиной. К счастью, говорить о таких не приходится. Привет! Вы на канале Pony Transit. Мы начинаем. Lexus UX. UX, Urban Explorer, что означает городской путешественник. Это самый маленький кроссовер от компании Lexus, построенный на новой платформе, которая называется GIC. И это значит то, что этот автомобиль абсолютно новый, абсолютно современный. И это последнее веяние, последняя технология от этого большого глобального концерна. Еще в 2019 году, когда мы впервые посетили страну восходящего солнца, UX тогда был представлен уже для японского рынка, но не продавался в России. И нам посчастливилось стоями побывать в шоуруме Lexus, где стоял замечательный UX. На тот момент либо я был меньше, либо ирис был больше. Мне он казался каким-то полноценным кроссовером, что-то такое, что должно заменить, возможно, часть TNX. Но, по сути дела, это была добавлена новая модель в линейку. Потому что все сейчас идет к тому, что делается все более мясистое, более высокое. Казалось бы, что как будто машина большая, но на самом деле она маленькая. И вот эта тенденция хэтчбеков с повышенным дорожным просветом, она прослеживается абсолютно во все линейки. И в этом видео мы поставим в ряд рядом три автомобиля одноклассника UX, это Vesely CHR. CHR вообще это прямой, наверное, последователь, точнее предшественник UX, концерна Toyota. И если говорить о внешности этого автомобиля, она абсолютно современная и очень симпатичная. То есть это то, что сейчас рисует Lexus в новых IS, новых GS, LS, отчасти в новом NX. То есть самый новый NX, по сути дела, та же самая внешка, те же самые фары, та же самая решетка радиатора, только выпущенная на два года позже. Потому что UX в первом поколении появились в феврале 2018 года, если я не ошибаюсь. Они были презентованы и встали на конверт для розничных продаж. И эта внешка мне действительно нравится, с учетом того, что у нас комплектация F-Sport, это нам говорит внешность этого автомобиля. Передняя решетка радиатора, красивые фары, LED-фары, прикольные шильдики на крыльях. И в принципе вот этот весь притемненный хром, все говорит о том, что это как будто бы что-то агрессивное, что-то спортивное, с нотками чего-то молодежного и современного. В профиль автомобиль, кстати, давайте прежде чем познакомимся, в профиль. Тут вот такие габариты, мал да удал, наверное так. Он на самом деле маленький, маленькая машинка, которая как бы чуть-чуть раздута вот этими фендерами на крыльях и говорящей о том, что я типа кроссовер. Но по сути дела 16 сантиметров дорожного просвета это вообще не серьезно. 16 сантиметров это дорожный просвет какого-нибудь седанчика типа Leona у Toyota. Поэтому это не говорит о том, что это какой-то пакетник, но называется супер маленький микро-микро-мини-супер-мини-нано-макро, но в конце кроссовер добавляется. Поэтому типа ты такой, вау, это супер-мини-макро-нано-кроссовер. Значит я покупаю кроссовер, самое главное, то что перед этим идет вообще не важно. Короче, вот профиль этого автомобиля, вы можете посмотреть, он как бы вот такой. Ну, сейчас говорить, обычный профиль у меня такой же. Да, короче, не знаю, мне этот автомобиль в целом нравится, в целом он выглядит круто, но потому что он и новый, он супер-современный, там 19-й год, да. И, блин, ну в 19-м году стыдно было рисовать плохо, особенно Lexus, поэтому эта машина построена маркетологами для массового потребления, потому что это все равно дешевый автомобиль. В нормальных и развитых странах это та же повозка, которая возит там вашу жену, сестру, дочь, сына, вас, всех, всю семью, просто в хвост и в гриву. А здесь у нас это Lexus, это что-то из другого мира, это человек, наверное, зарабатывает продажей мяса для Макдональдса, или там, как сейчас это называется. Короче, ну вы поняли, да, то есть это, по сути дела, простая же повозка, самая фонарная, но при этом с примесью лакшери. Который представлен в его салоне. Я решил, что это видео будет недостаточно полным, если мы не сделаем следующее. Не поставим рядом одноклассников Lexus UX, и не посмотрим, какова между ними разница, и в чем же основные отличия. Здесь у нас по левую руку от меня и слева от UX, Honda Vezel. Причем это дорестайлинговый самый простой Vezel, полноприводный, но в сути это не меняет. Левее у нас CHR, тоже гибридный, но с предыдущим еще двигателем на 1.8 литра, с той же самой планетарной трансмиссией. То есть, по сути дела, UX это премиальный CHR. И, как вы видите, сейчас, когда они стоят все вместе, они абсолютно идентичны практически по габаритам. Возможно, да, UX чуть пониже, но, в принципе, там, дорожный просвет, ширина, высота кардинально у них никак не отличаются. Если мы поставим рядом какой-нибудь кроссовер побольше, типа, там, CX-5, там, Outlander, SRV, там, X-Trail, что еще стоит на нашей стоянке, то это однозначно будет немного по габаритнее, чем эти автомобили. Именно и отсюда, наверное, пошел вот этот предрассудок о том, что UX, автомобиль для девочек, для женщин и так далее, это совершенно не семейный автомобиль. А части, да, самый, наверное, наиболее семейный из них это Vezel, потому что там реально сзади сидеть комфортно и удобно. Но, как вы видите, когда они стоят рядом, между ними разницы практически абсолютно никакой нет. Самое главное-то, самое главное-то двигатель, безусловно. Мы сейчас вам его продемонстрируем. Это гибридная версия. В базовой версии у вас будет двухлитровый двигатель бензиновый, соответственно, на переднем и полном приводе. Есть гибридная модификация на переднем и полном приводе. И в нашем случае это M20A на 146 лошадиных сил плюс гибридная установка. У бензиновой версии будет 174 лошадиные силы вкупе с вариатором. Причем вариатор работает по интересной схеме. Первая передача у него механическая, а остальные по типу вариатора идет переключение. То есть, как это реализовано, наверное, напишут в механике. Я просто об этом прочитал, что это реализовано для того, чтобы автомобиль с места трогался быстрее и был более отзывчивый. Поэтому они первую передачу сделали механической. Как это устроено? Не знаю. Объясните автомеханике. Мне будет самому интересно почитать, что значит первая передача механическая, а потом они переключаются как вариатор. Удивительная магия. Это новый мотор М20А. Ранее Toyota все-таки были ближе к 1,8 литра, который устанавливается на три усах. Здесь все-таки это уже что-то интересное, что-то технологичное. И машину вы эту покупаете не только за внешку. Налепили обвесы, сделали фары, новый салон и продали. Нет, на самом деле здесь поставили новый мотор. И двухлитровый это мотор бензиновый. Он тоже новый. И он тоже достаточно с высоким КПД. Поэтому покупая эту машину, можно и попользоваться новыми фичами какими-то. Отлекса, помимо мультимедиа, уже усовершенствованной, и каких-то фар, и приколюх внутри. Есть еще и новый мотор, который экономичный. Он действительно употребляет может быть литров 6. Это максимум, если вы ездите спокойно. Особенно на переднем приводе. Это вообще сказка. То есть если взять гибридную версию на полном приводе, то в принципе будет прям очень интересно, как это все поедет. Но на самом деле не едет он от слова совсем. И я так предполагаю, что в гибридной модификации вот эта трансмиссия не может работать. По принципу, когда первая передача механическая. Здесь скорее всего стоит планетарка. То есть здесь планетарный редуктор одноступенчатый. То есть, соответственно, это прям вообще никак практически не едет. Я думаю, что бензиновая версия, там практически на 180 сил при его габаритах и массе. Еще вот с этой интересной коробкой. То, наверное, это должно, должно как-то поехать. Как-то эта технология называется. Здесь напишем, что там с динамиком связано. Ну, если они прям заявляют о динамике. И там супер-пупер еще и в спорт это все назвали. Ну, наверное, возможно, бензинная модификация будет ехать поувереннее. Мы это проверим, как только ее привезем. Желательно, конечно же, на полном приводе. Возможно, вам такая будет нужна. Снизу все контакты. Вообще, вы можете снизу сами проценить автомобиль. Я оставлю ссылку на статистику. Просто по ней перейдете. Напишите Lexus X, и там цены вам сами выдастся. И вы посмотрите, помониторите, что нужно конкретно вам. Но с этим аппаратом... Кстати, вот опять же, про дешевого Lexus. Вот это все про дешевого Lexus. То есть вы не купите дорогущего Lexus. Хотя, ну, замашки здесь имеются на дорогущего Lexus. Вы купите Cargo. Хотя, с новым мотором и новой трансмиссией. Задняя часть автомобиля тоже горит о преемственности вообще всех поколений. Я не помню, кого раньше они презентовали IS или UX, но вот эта штука, как бы совмещенная, да, вот это продолжение задних стоп-сигналов. Это, по сути дела, в IS, в новом NX, и вот в UX это с 18-го года пошло. Вот это вся современная внешность, современная тенденция, которая задается Lexus для всех новых автомобилей. Там, флагманских или обычных серийных. То есть, ничего сверхъестественного, опять же, притемненный хром, опять же, вот этот пластик, который, знаете, зачем здесь. И, соответственно, сервопривод. Вы же все-таки богатый человек. И при этом сумасшедшая высокая загрузка. Мы вчера снимали HiLux. Блин, ну там вот такая, наверное, загрузка была. Ну, это HiLux, а это UX. А загрузка одинаковая. То есть, ну, понимаете, здесь как бы уже, ну, нужно будет что-то загрузить. С учетом того, что, ну, вот рюкзак в Славе, это 70, 65-70% длины багажника. Обычный ранец вашего сына. Ну, типа, это все. То есть, вы можете, если у вас два сына, то вы больше ничего не можете возить в багажниках, кроме их ранцев. Понимаете? Как бы эта машина вообще не про вместительность. И при этом есть, кстати, полочка такая. Она почему-то лежит снизу. Наверное, так в Лексусе принято. И есть подпол. Ну, кстати, достаточно внушительной. Докатки нет. Здесь есть компрессор, гель. Все. Так вот. Чего, как закрывается. Ну, нормально. Типа, из-за этих бабки более чем. Сейчас будет рубрика «Ты наказан» от компании Лексус. Сейчас будет меня наказывать Лексус сиденье. Это я тут сидел. Я как бы этот обзор веду. Поэтому я на нем еду. И здесь сидел я. Метр восемьдесят мой рост. Я глист. Ну, то есть я достаточно стройного спортивного телосложения. Практически идеального. Вот поэтому я еще и могу сюда сесть. Если вы любитель различных сладостей, то вы вообще сюда не сядете. Ну, вот прикиньте, просто вот. Ну, куда я так доеду? Куда? В автосалон Лексус, чтобы сдать ее? Это шутка. Машина нормальная. Типа, салон очень крутой. Материалы вообще кайф. И при этом, как бы, здесь еще есть какой-то функционал. Вот прикиньте, я не рассчитываю, что здесь реально будет кто-то ездить сзади. То есть здесь есть два USB разъема. Это как минимум дети, которые уже осознанные, да, здесь должны ездить. Которые уже умеют втыкать USB в этот порт. Соответственно, здесь есть два подстаканника. Нормальный, вполне себе вообще путает подлокотник. Черная крыша, кстати, тоже такая. Ну, типа, сказать, достаточно высокая. Вот реально, что стоит отметить. Ну, кулак, да, помещается. То есть, соответственно, это 10 сантиметров, наверное. Ну, соответственно, метр 90, может быть, сюда с горем пополам. На самом деле, как-то там вот так, ну, залезет. Поэтому, чисто теоретически, даже рассчитывали кого-то возить. Значит, и вы тоже это предполагаете делать. И, значит, возможно, у вас что-то получится, если вы очень сильно этого захотите. Мы поговорили о недостатках этого автомобиля. Ну, каких-то. Какие они есть. Собственно, вы сами расцените, недостаток это для вас или без разницы. Но однозначным преимуществом является все, что от середины и до капота, соответственно. Это очень красиво нарисовано. Это очень качественно сделано. И это выглядит действительно дорого. Я вам сейчас покажу. Так делаем. Шалеть, видите ли, как долго она говорит? Короче, что это такое? Это у нас Lexus. Здесь можно отключить. Классный климат-контроль. Он двухзонный. Здесь есть подогрев ушей. Здесь есть подогрев сидений. Есть версия NL. Там вообще, по сути дела, короче, три комплектации здесь. Version C, F-Sport, Version L. L типа это лакшери, типа все классно там все есть, но выглядит так себе. А F-Sport это выглядит классно по опциям более-менее, ну и до конца. Вот, соответственно, у нас этой вентиляции нет. Если у вас будет самая максимальная комплектация, вентиляция там будет. Подогрев рулевого колеса, подогрев передних сидений, двухзонный климат-контроль. Опять же, повторюсь, и приборная панель, которая F-Sport чисто. То есть здесь, там мы там тыкаем, у нас экранчик там в ум, съехал, тут что-то меню. Ну, короче, прям это очень прикольно выглядит. Это необычное решение вот с этим передвижением экрана. И за это можно однозначно там сказать, молодцы. Наконец-то нормально вписали мультимедиа. Наконец-то ее более-менее прорисовали. Она не стала какой-то функциональной, я уже об этом говорил. Но она хотя бы нарисована. Типа, если ее не трогать, включить музыку, то вообще классно будет выглядеть. Вот эти бараньи ухи, ну, не знаю, кому-то не нравятся. Меня вообще не напрягает, честно. Вот все, кто садятся, ну, это, конечно, ну, это, конечно. У меня в лице вообще все намного лучше сделано. Но это понятно, с какой позиции это говорится. Если реально рассудить, ты сел в классную тачку, супер-мягкие сидения, супер-классный руль. И, в принципе, это не напрягает. На LC Lexus за очень много миллионов точно так же сделано. И никто на это не жалуется. Я, короче, к этому отношусь нормально. Ничего плохого там не вижу. И, тем более, это ничего не скрипит. Да, торпедка, ну, не прям вау, не супер как-то все лакшери. Но если не прикасаться, если не трогать, если ты сидишь и держишься за очень мягкие приятные руль, то, в принципе, ты будешь считать, что у тебя тачка просто бомба. И это, наверное, будет участие даже таким являться. Круговой обзор. Ой, камера ужасная. Это вот как на самом первом телефоне с камерой, который произвели вот примерно такое качество. Когда они назывались еще VGA, когда пикселей даже не было. Lexus, в принципе, принципиально такие камеры ставят память на трех водителей. Электропривод, соответственно, электропривод здесь есть. И очень такая приятная штука, что дверная карта, она удлиненная, и закрывает порог, и, соответственно, в плохую погоду вы, как бы, не будете пачкать свои штаны, садясь в свой высоченный кроссовер. И, как бы, ну, чтобы, сами понимаете, чтобы все было с кайфом. Кстати, здесь еще доступна беспроводная зарядка, насколько я помню. Иногда. И, в принципе, все по опциям. Здесь, на самом деле, есть все. Люк у нас тут есть. Вот это, наверное, да. Ой. Ай. А, вот так. Ну, да. Люк есть. А что-то я не понял. Я и что, типа... Почему два раза надо нажимать? Почему нельзя сделать кнопку с двойным нажатием? А что-то сама же как-то открылась. А за днем сама не закрывается. Что это такое? Вообще, кто вот это придумал? Ну, то есть, чувствуется, что немножко не дотянули, не дожали. Но на самом деле, вот скажу вам так, есть, короче, и функция такая, приоткрыть, да, окошко вот. Вот, типа на проветривание, когда вы приоткрываете люк. И вот это удобная штука, потому что там у немцев она вот так приоткрывается, и ничего с ней не сделаешь. А здесь, из-за того, что это механическим способом сделано, то ты, соответственно, можешь закрыть, просто приоткрыть и чуть воздух опустить, но при этом как бы не пускать сюда солнце. Это удобно. Поехали. Наш городской путешественник, в принципе, полностью оправдывает свое название. Это абсолютно городской компактный автомобиль для того, чтобы везде найти себе место, для того, чтобы зафиксировать любую свободную дыхку в потоке. Но при этом эф-спорт, это все такое красивое, дорогое, мягкое, удобное, очень мягкий руль прям, прям приятный. Сидушки очень удобные, ну, с моей комплекции, по крайней мере, думаю, если вы будете побольше, вы сюда попросту не залезете. Но все мягкое, качественное. Ну, блин, если ты называешься эф-спорт, то ты хотя бы признаки жизни какие-то подавай. Если ты хочешь, например, ускориться в потоке, перестроиться, мы сейчас нажимаем в пол. Раз, два, поехал. Две секунды. Ну и что-то как-то вон-то особо и не потянул. На 75. Ну, то есть, вот, примерно, вот такая какая-то динамика. Ну, это не спорт режим, но это нормал. Типа это как бы и не полностью на электричестве мы едем. Ну, грустно достаточно, честно говоря. Очень грустно. Слепые зоны, кайф. Ну, то есть, в плане функционала, только проекции не хватает, на самом деле, чтобы это прям вообще в лакшери автомобиль записать. Потому что тут все мягко, здесь все мягко, сидушка, просто кайф. Кожа очень приятная, очень качественная. Для такого сегмента это прям дорого. Руль офигеть какой удобный, он пухленький, мягенький, классный. Ну, то есть, чисто теоретически, ты как бы чувствуешь себя, ну, в порядочной таком автомобиле достаточно высокого класса. Но шумка при этом, да, ты вот так слышишь? Слышали? И дорогу я слышу, и машина все рядом слышу. Я вот первый, когда сел, я вот так поделал, чтобы окна поднять, как будто что-то открыто. Поэтому есть ощущение того, что это не супер лакшери какой-то автомобиль, а такой легкий премиум от Lexus. Очевидный недостаток этого дорогого и крутого функционального салона, это, конечно же, управление мультимедиа. Я не знаю, куда Lexus смотрит, это машина как бы последнего поколения. Но я прям очень сильно отвлекаюсь, если что-то хочу здесь сделать. Прям практически перевожу полностью свой фокус внимания на мультимедиа. Пытаюсь сообразить, как здесь пальцем делать, чтобы куда-то там нажать. И в итоге, слава богу, здесь есть системы безопасности, которые берегут меня возможное столкновение. Но это супер непрактичная штука. И, наверное, по мультимедиа Lexus проигрывает даже какой-нибудь современный Toyota типа Crown, потому что здесь реально все очень неудобно. Многие привыкли ставить клише на те или иные автомобили и называют, что это автомобиль для девочек, это для мальчиков, это для других гендеров. Там сейчас посередине, да, модно говорить, когда человек не определился, к какому гендеру он приближит. Поэтому я такого не люблю. Автомобили, они для всех. Автомобили для людей. И то есть, если большому мужику нравится ездить в маленькой Deihatsu Mira, а может быть не нравится, но в ней ездит, ввиду каких-то тех или иных обстоятельств, то это не значит, что нужно тыкать пальцем и говорить, что он ездит на женской машине, или на подростковой машине, или на девчачьей машине, или на машине среднего пола и так далее. То есть, ну, нет такого понятия, понимаете. Вот эту машину большинство подобных людей отнесли бы к разряду, например, да, это машина для девчонки, для жены, для дочки и так далее. Да, хрен его знает, честно. Я вообще рассматриваю все автомобили для себя. Ну, то есть, например, я сел и думаю, кайфовал бы, кайфовал. Это сетиха на максималках Lexus City. Это новый мотор, это офигенно дорогой салон. Он мне реально нравится, он очень круто сделан. И если, например, взять черного спорта, завалить ему красивое литье, то любой, даже самый ровный парень с района сядет в эту тачку с кайфом и будет считаться авторитетом у себя на районе, потому что это Lexus. Для кого в конечном итоге UX, этот городской путешественник? В моем понимании, это все-таки автомобиль того человека, темчика, типа, знаете, вот. То есть, это не тогда, как это уже состоялся, да, и ты ездишь вот на Lexus. Нет, это чуть не то. Это вот для того, кто хочет ездить на Lexus, но ездит пока на этом. Вот. То есть, маленькая, простая, при этом технологичная, современная, повыпендриваются, материалы классные, все реально сделано, здорово. И если ты водитель, то в этой тачке ты кайфуешь. Если ты пассажир сзади, то, значит, тебя недолюбливает водитель. То, скорее всего, подумай, точно ли он твой друг. Вот. Поэтому, в данном случае, мне кажется, что это машина для молодого человека, девушки, которые двигаются, которые зарабатывают деньги и хотят зарабатывать еще больше, и хотят показать то, что они зарабатывают деньги, купив себе именно Lexus. За эти же деньги ты можешь купить гибридного хайка. То есть, ну, намного практичнее и больше машина совершенно другого класса. Поэтому в данной ситуации это все-таки вот по большей части про понты. Ну, и немного про технологии, безусловно, и качество материалов, соответственно. То есть, я не вижу эту машину как семейную. Я не вижу эту машину как состоявшихся взрослых людей. Это, наверное, все-таки вот либо для развивающихся типов, кто вот двигается там, темщики, опять же повторюсь, либо, например, это вторая машина в семье, да, она у вашей супруги или вы там подарили ее ребенку. То есть, ну, в моем понимании, 4 человека там на этой машине, ну, будет прямо очень тяжело им с ней жить. Вот, соответственно, а жить за какие деньги-то придется? Конкретный экземпляр 30 тысяч пробега, 4,5 балла, F-Sport, но это на переднем приводе машина, гибридная, обошлась в 2,5 миллиона рублей. Опять же, в какое-то чудесное время, которое мы будем вспоминать с теплотой в душе. Фактически, на сегодняшний день там 2,5 миллиона, это цена, ну, там, эльки, наверное, хорошая. Прям, ну, нормальной тачке, потому что, в принципе, там каких-то отжатых, там, с большими пробегами не существует. Вот эта машина новая, фактически. Поэтому заходить на нее нужно вот с бюджетом 2,3, 2,5. Вот, соответственно, если прям хотите полный привод, чтобы все было, ну, где-то, может быть, 2,7. Рынок здесь 3, 3,3,4. Еще какие-то цифры интересные. Ну, то есть, вообще, совершенно не нужно для этой машины. 3 миллиона за эту машину, это очень много. Это вообще не нужно, потому что за эти деньги нужно уже рассматривать того же RX-200Т. Тут, короче, ну, можно подумать и посмотреть. Поэтому, друзья, если вы посмотрели это видео, то, наверное, возможно, вы интересуетесь этим Lexus. Если вы им интересуетесь, то взвесьте то, о чем я сказал, и поймите, надо ли вам это. Я, честно говоря, если бы, например, не занимался автомобилями, не понимал в автомобилях, а, например, занимался, там, не знаю, чем здесь можно, китаем, рыбой, там, металлоломом, еще чем-нибудь, и, типа, я бы зарабатывал деньги, то, возможно, в моменте я бы купил такую тачку. Но, опять же, зачем она мне нужна, если есть кран на дальнем стоке? Опять же, плюс-минус за те же деньги. Короче, разберетесь сами. Меня зовут Дмитрий, компания наша называется Япония Транзит. Снизу есть ссылка, по которой можно рассчитать автомобили самостоятельно. На сегодня у меня все. Будьте здоровы, друзья. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok